МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А не станет ли это схемой сознательного ввода ценных объектов в частную собственность? Ну, спецом так внести ценные имущества, исполнение контракта прокакать, ну, а имущество это отдать в исполнение своих обязательств. На что презентовавший законопроект министр имущества Степнова, ну, во-первых, пообещал, что каждый проект и каждый вносимый в залог объект будут прорабатываться правительством индивидуально, и правительство готово взять на себя эту ответственность. Ну, а во-вторых, если даже и возникнет ситуация, что придется какую-то недвижимость отдавать, ну, кто сказал, что закладывать будут то, что реально представляет для области ценности? Ограничительные меры, безусловно, будут введены в порядке предоставления этих обеспечений, и, безусловно, это будет связано с государственным интересом. В Мордовии такая норма работает, скажите? Есть такая норма в законодательстве в Мордовии? Не убивайте, позвольте мне. В Мордовии заложен даже Белый дом. И нам это неоднократно говорили. Почему залог имущества, а не госгарантии? Их сложнее оформлять, или вы не хотите живые деньги закладывать? Конечно, мы хотим живые деньги. А, то есть, если вдруг предприятие банкрот, то пусть банк продает это неликвидное имущество, и наша задача втюхать побольше неликвидного имущества. Ну, вот зачем вы все тайно-то раскрываете? А? Тайно зачем раскрываете перед банками? А, ну все, спасибо. Ситуация, правда, двоякая. Коммерческие структуры не хотят давать денег без железобетонных гарантий возврата. Лишних живых денег в бюджете и так нет, чтобы их выделять на эти цели. Но и фактор коррупционности в этой схеме тоже со счетов сбрасывать нельзя. Ну вот, короче, опять расхождение между идеальной картинкой мира и того, что может быть в реальности. Но это уже вопрос, наверное, к тому, какие проекты будут утверждать разные профильные министерства, каких будут подбирать для этого контрагентов, и какие объекты окажутся на подстраховке. У нас вообще хоть что-то есть, где бы не проглядывалась эта самая коррупция. А если изначально подозревать, что все затевается, чтобы разворовать, ну, может, их тогда сразу всех собрать и без разговоров пересажать, ну, авансом. Но вот только дело это не поможет. Инвесторы денег на реализацию проектов реально нужных области не дадут. А так вот дадут. И можно будет работать. Вот, слушайте, если уж берут на себя ответственность, так давайте, может, попробуем допустить, что время варья во власти на этом уровне закончилось, приходом Меркушкина. И нормальные люди вот реально хотят нормально поработать. Но им для этого понадобился вот такой вот правовой механизм. Если все будет нормально и не понадобится, ничего отдавать. Ну, а если что, и спросим с них. Ну, если слова с делом разойдутся. Я вот, кстати, и сам не верю, что воровать больше не будут. Воровали, воруют и будут воровать. Но вот как раз для этого у нас и есть. И прокуратура, да и те же депутаты отслеживают, чтобы народное достояние налево не уходило и наказывать должностных лиц, совершающих махинации с госсобственностью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова